В программе Adobe Premiere Pro есть несколько инструментов, которые позволяют ускорить, либо наоборот, замедлить воспроизведение вашего видео. Давайте остановимся на нескольких инструментах. Первый – это указанная вкладка. Инструмент называется Raid Stretch Tool. Сейчас он подсветится, прошу прощения. Вот да, он уже подсветилось, его название называется Raid Stretch Tool. Я его активировал, перевожу к границе видеоклипа. И, например, мне нужно уменьшить, точнее, прошу прощения, увеличить скорость воспроизведения. Я подвожу еще раз, скажу, границы и его сдвигаю в левую сторону. Скорость воспроизведения у меня увеличилась, здесь указано в процентах. Нажимаю воспроизведение, давайте еще уменьшу, чтобы было наглядней. Скорость увеличилась. К сожалению, в окне предпросмотра идут небольшие подтормаживания, но вы мне поверьте. Для того, чтобы, наоборот, мне скорость воспроизведения замедлить, я снова подвожу обсуждаемый инструмент Raid Stretch Tool, границы видеоклипа, и растягиваю его на нужную мне пропорцию. И смотрите, что произошло. Все стало в замедленном виде. Предметы движутся медленнее. Также есть другой инструмент для увеличения скорости или замедления ее на видеоклипе. Или в обсуждаемом отрезке. Давайте несколько. Разрежем наш единый видеоклип на кусочки. Этот инструмент, он находится, если мы кликнем по обсуждаемому кусочку видео, правой кнопкой мыши и выберем Speed Duration. Здесь 100%. Если мы будем двигать, к примеру, в указанную, повышаясь значение в графе Speed, то увидите, что продолжительность уменьшается. Мы замедлили скорость, точнее увеличили скорость воспроизведения. ОК. И посмотрите, здесь наш кусочек уменьшился в размере, а его скорость воспроизведения увеличилась. Для того, чтобы этот пробел убрать, мы можем нажать выделить этот пробел и нажать кнопочку Delete. Но в этом инструменте, который мы только что посмотрели, вкладка Speed Duration, имеется возможность поставить галочку в графу Ripple Edit и посмотреть, что произойдет. Допустим, я снова увеличиваю скорость воспроизведения, увеличим ее на следующие проценты. Количество времени воспроизведения уменьшилось нашего обсуждаемого отрезка. Теперь нажимаю ОК. И посмотрите, что произошло. Скорость воспроизведения здесь стала в быстром темпе, но вот этого зазора между обсуждаемым и подвергшимся редактированию видеофайлей и следующим без изменений зазора нет, который вам нужно удалить, потому что справа видеоклип автоматически подошел к границам того клипа, в котором мы увеличили скорость воспроизведения. Снова открываем вкладку Speed Duration. Чтобы вернуться к родному значению, необходимо нажать Stop. И посмотрите, что произошло. Клип, обсуждаемый кусочек, снова стал изначальной скорости, но он при изменении изначальной скорости не налез на клип кусочек, который находится справа. Это благодаря тому, что у нас была включена в том числе функция Ripple Edit Shifting Trailing Clips. Что мы еще можем сделать? Ну, например, мы увеличиваем скорость воспроизведения и ставим Reverse Speed. Нажимаю ОК, что произошло. Сейчас посмотрим. В том отрезке, в котором мы поставили обсуждаемый уголку Reverse, предметы стали двигаться, как принято говорить, задом наперед. То есть мы поменяли вектор направления воспроизведения, поставили его задом наперед. Вот, в принципе, и все. Можете воспользоваться любым инструментом. Держим связь.